МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Через два месяца в молдавской столице будут выбирать мэра. Но в Кишиневе уже чувствуется дух большой борьбы. Все знают, что наступает время громких заявлений, разоблачений, заверений и обещаний. Но это чуть позже. Пока главная интрига – сами кандидаты. Уже известны имена некоторых из них. Но и этого оказалось достаточно, чтобы понять – битва за город будет серьезной. Ставки – высокими, страсти – нешуточными. Почему же так мобилизуются партии? Почему ссорятся их лидеры? С чем придут к нам кандидаты? А главное – выиграет ли в конечном итоге тот, ради кого это все затевается? Его величество – избиратель. Ответы на эти и другие вопросы в ближайший час. Вы смотрите «Полюс», часть первая «Политика». И обсуждать эти важнейшие вопросы я буду с моими гостями. Сегодня это политолог Антол Церан. Добрый вечер. Добрый вечер. Советник Кишиневского муниципального совета от партии социалистов Станислав Вартанян. Иван, здравствуйте. Добрый вечер. И вице-председатель платформы «Достоинства и правды» Александр Слусарь. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот смотрите. Вот принято говорить, что местные выборы – это генеральная репетиция выборов парламентских. Вот можно ли так утверждать сейчас? Потому что, с одной стороны, мы понимаем, что уже парламентские совсем скоро. Но, с другой стороны, вот Кишинев, если только Кишинев брать, это ведь все-таки не вся страна. Вот почему некоторые имеют право так говорить, а может быть, вам покажется, что и не имеют. Господин Церанов, как вы считаете? Ну, потому что в Кишиневе сосредоточена основная масса молдавских избирателей, наиболее информированная ее часть. И как голосует Кишинев, он всегда задает тон всей стране. И потом Кишиневская мэрия – это политическая должность. Политическая. В селах, в селах, там, по большей части людей избирает, ну, в меньшей степени по политическим критериям. А Кишинев – это серьезная, так сказать, серьезная коммуникация, то есть серьезное сообщество. Да, и в этом смысле здесь политические факторы играют чрезвычайно важную роль. И, естественно, особенно, когда, собственно, парламентские выборы останется полгода. Самый резон проверить свои возможности, проверить, как функционируют твои электоральные механизмы, насколько ты, твой рейтинг, который описывается в социологических опросах, которые часто, ну, не все социологические опросы пользуются доверием, а выборы – это самый точный социологический опрос. И аналитики партии, те, которые выстраивают стратегию, тактику предвыборной компании, для них эта информация чрезвычайно важна, она на вес золота. Поэтому эти выборы очень важны, очень важны для партий, но и в том числе важны для избирателей, потому что каким-то образом то, что происходит в Кишиневе, то, как голосует кишиневский избиратель, он задает тон и всей стране. Вы полагаете? Благодарю вас. Господин Сусарь, вы согласны, что это генеральная репетиция парламентских выборов? Ну, я бы сказал так, чуть-чуть бы вас поправил. В принципе, если бы мы говорили об общих местных выборах, то они у нас хронологические, в принципе, через полгода после парламентских. То есть это такое похмелье постпарламентское, как правило. Но так как это произошло сейчас, за год до парламентских выборов, то, безусловно, это имеет первостепенное значение, особенно учитывая факт, то ситуация, в которой находится страна на сегодняшний день, то та пропасть, куда мы катимся стремительно, и, безусловно, выборы Кишинева, там, где находится четверть избирателей, где сосредоточена основная часть, две трети экономики Республики Молдова, со всех точек зрения, это очень важный этап для того, чтобы начать освобождение всей страны. И даже психологические выборы в Кишиневе позволят, скажем так, с точки зрения антиолигархических сил, придать уверенности, показать всей стране, что нужно и можно побеждать, потому что сейчас мы же видим, что происходит. Всеми средствами пытаются вбить в сознание граждан посредством манипулирования масс-медиа идея, что все пропало, что лучше не будет, что все плохо, не пытайтесь, все вокруг воры, поэтому оставьте тех воров, которые есть сейчас, и будет вам счастье. Поняла. Господин Вартанян, ну это все хорошо, да, если только мы будем считать, что и по стране, да, примерно, голоса так распределятся, как вот, например, проголосуют в Кишиневе. Вы согласны с этим утверждением? Тогда получается, что у вас ответ по поводу генеральной репетиции будет положительным. Ну, вы знаете, я думаю, что самое главное на этих выборах, это то, что получат по их итогам кишиневцы. И я далек от мысли той, что в их интересах понять, чтобы эти выборы были тренировкой для кого-то для попадания в парламент, потому что, ну, кишиневцы, наверное, все-таки устали от политических, идеологических войн, которые потом выливаются в некомпетентное правление. И Дарин Киртака, к сожалению, за последние 10 лет приучил нас своим некомпетентным правлением, приучил нас к тому, что даже такие простые вещи, которые должен делать любой примар, любой градоначальник, даже не делать, оно само собой разумеется, там, как вывести, например, снегоуборочную технику на улице во время снегопада, то есть это нормальное дело, которое вообще даже никто не заметит в любом государстве, в любой столице. У нас это представляется как большое достижение мега-градоначальника. Поэтому очень хотелось бы, чтобы, несмотря на то, что каждая из партий, которая выдвинула уже своих кандидатов или выдвинет, решали не свои узкопартийные интересы и цели для поднятия рейтинга, поднятия узнаваемости, попадания в парламент, а в первую очередь ставила конечной целью победу на выборах примара для того, чтобы их кандидат оставался примаром, не уходил в парламент, чтобы их кандидат заботился исключительно об интересах горожан, был примаром для всех кишиневцев, вне зависимости от того, они поддержали кандидата той или иной партии. Поэтому для меня самое главное, это чтобы все-таки мы постарались, как политики представителей партии и кандидаты, которые будут представлять те или иные партии, постарались вести дискурс во время предвыборных дебатов исключительно о проблемах города, о том, что было сделано, что должно быть исправлено и каким образом город будет развиваться. Ну вот смотрите, у вас есть кандидат, вы уже выдвинули, социалисты это Ион Чабан, мы также знаем, что будет баллотироваться Валерий Мунтиан, он заявил об этом, и также мы знаем о том, что хочет стать примаром Андрея Настаса. Господин Терранов, как вы считаете, вот эти местные выборы, они обойдутся без геополитики? Вот господин Вартанян говорит, что он надеется на то, что в этот раз будет какая-то борьба предвыборных программ. Хотелось бы. Очень хотелось бы. Да, как вы полагаете? Господин Вартанян, собственно говоря, как и его коллега, очень коротко высказали, так сказать, основные положения электоральной программы, с которыми они пойдут на эти выборы. Социалисты пойдут вот именно с этим. Нам нужен компетентный примар, потому что все, что было до сих пор, это плохо. А мы предлагаем человека, который изменит положение. Ну, я думаю, что это вполне резонная программа. Она может понести голоса. Но я думаю, что социалисты не настолько наивны, чтобы не понимать, что геополитический фактор нельзя исключить, особенно в Кишиневе. Он будет играть важнейшую роль. Это тот бэкграунд, это та общая картина, на котором будут писаться какие-то детали, в том числе, что касается профессионализма, компетентности и прочее, прочее. Полагайте. Ну, разумеется, Кишинев, как и вся страна, разделен. И вот эта вот разделительная черта, к сожалению, она проходит не по тем критериям, которые высказал государственная дароданьяна. Кишиневцы не голосуют за профессионализм. По большей части, конечно, это совсем не значит, что эти аргументы совершенно несостоятельны. Но у Кишиневцев несколько другой подход. По крайней мере, они его демонстрировали на протяжении последних 26 лет. А вот как будет дальше, посмотрим. Кстати, сумеет на этих выборах 20 мая социалисты убедить Кишиневцев в том, что нужно обращать внимание на профессионализм. Ну, подождем и увидим. Господин Слуцарь, ваш кандидат, Андрей Настасов, он еще не стал кандидатом юридически, но он кандидат кандидата, скажем так. Он готов избегать геополитического месседжа во время своей предвыборной кампании? Вот социалисты говорят, мы хотели бы заниматься, значит, показать, что городу нужен человек, который будет реально, правильно, что-то делать. А ваш кандидат, он готов избегать геополитики? Протформа, да, была, на мой взгляд, первой партией в истории, политической истории республики Молдова, которая вывела людей на протесты и вышла с мессажем объединительным для общества без геополитики. Мы всегда старались уходить от геополитики, потому что всегда говорили, что государство захвачено, в государстве захваченном захвачены все, вне зависимости от внешней политики, вне зависимости от этноса, вне зависимости от родного языка. И эту линию мы всегда держали и будем держать. Я немного согласен с господином Царану, что, к сожалению, в нашей стране нельзя полностью избежать геополитики, и в этом во многом виноват правящий режим Плохотнюка и Додона, который постоянно нам навязывает эту геополитику. Вместо того, чтобы бороться с коррупцией, с бедностью, с захваченным государством, мы все время играем в эту внешнюю политику и подчиняем ее, подчиняют ее своим личным партийным интересам. Поэтому, конечно, после такого длительного периода полностью избежать сразу этого будет невозможно. Но, по крайней мере, наш месседж, наш месседж, платформа, будет поставлен на две линии. Первое, безусловно, это интересы кишиневцев, и здесь, даже если антилиографическая партия, никто не отменяет профессионализм и компетентность. Мы сейчас работаем над очень серьезной программой, мы провели очень серьезный анализ того, что происходило в Кишиневе за последние 15 лет. Я очень внимательно изучал решение счетной палаты, и мы видим, что можно сделать в Кишиневе даже за год. И об этом тоже мы будем говорить абсолютно честно со своими избирателями, что не ждите за год каких-то грандиозных прорывов. Но ряд вещей, очень реальных и конкретных, для того, чтобы наполнить бюджет в первую очередь Кишинева, мы можем сделать. И это будет одна линия, а вторая линия, конечно, у нас будет не столько геополитическая, сколько антиолигархическая. Я понимаю. Потому что по этой линии мы можем идти дальше, потому что то, что связано, то, что происходит в Кишиневе, это есть слепок и на всю страну, так как город захвачен сейчас абсолютно узурпаторским способом. И к тому, что происходит во всей стране, приложили руку те, кто сейчас находятся в власти. Господин Верниан, вот вы слышите, господин Слуцарь честно говорит, что да, мы намерены, прежде всего профессионализм, но мы прекрасно понимаем, что у нас геополитика, геополитика, так вы говорите. Я сказал, что мы будем идти над подвумлением профессионализма для кишиневцев и антиаллигархическая составляющая борьбы с захвачем государства. Я сказал, что, к сожалению, даже против нашей воли невозможно будет избегать, после того, как столько лет насаждали геополитику искусственно, в том числе и социалисты, этой темы будет избежать трудно, и социалисты всегда становятся заложниками своей политики на национальном уровне. Господин Вартанян, я не знаю, как вы сейчас будете комментировать ситуацию с заложниками, но мне вот интересно, например, вот раз вы предлагаете конкретные дела, есть кандидат в конкретное дело, скажите, пожалуйста, вообще, вот ваша предвыборная компания, она будет только на этих моментах как-то строиться, либо еще какие-то вот вы избирателю предложите на выбор идеи? Смотрите, да, я думаю, мы здесь не будем открывать для кого больших секретов, я думаю, коллеги по студии со мной согласятся, что практически все партии уже все основные игроки выдвинули свои кандидаты. Я объясню, что я имею ввиду. Объясняю, очень легко. Майя Санду еще ничего не сказала. Майя Санду по идее должна уступить Андрею Анастасию, но в любом случае, даже если она не уступит, то в любом случае я подозреваю, что ближе к концу к концу институциональной кампании, перед первым туром произойдет что-то типа, кто-то кому-то уступит. Но это не важно. Важно понимать, что есть три больших направления, три течения. Власть, правая и левая оппозиция. Власть, мы прекрасно понимаем, я думаю, тоже вы со мной согласитесь, и зрители согласятся, что кандидат демократической партии это Сильвер Радо. И здесь ни у кого нету сомнений, начиная от того, что этот человек просто согласился прийти возглавить премарию после зарплаты с 430 тысяч рублей в месяц по звонку от Нистера Грозава, который только что вышел из тюрьмы и признался в обилии. Но сегодня она опять сказала, что думает. Она еще не уверена сама. Вот знаете, да? Думают за нее на телеканале, крупнейшем телеканале в стране, по два раза в каждом выпуске новостей за нее думают. Поэтому, чтобы понимали, на месте Сильвера Радо мог быть любой человек, даже вот последний завхоз. Там как бы она ничего не решает, за нее делает все демократическая партия. Это раз. Два. Справа, это понятно, что основной кандидат сейчас Андрей Анастасий. Пойдет Майя Санду, не пойдет Майя Санду. Тоже, опять-таки, не буду комментировать слова господина Слуцаря. Мы всегда знаем его заезженную пластинку про Плахотнюка Дадона. Вопрос лишь в том, что Андрей Анастасий, даже не объявив о том, что он кандидат, он в принципе уже признался в нескольких моментах о том, что он не знает, если он оставит кресло примара и пойдет к депутатам. Он не назвал ни одной коррумпированной схемы коррупции примарий. Он практически вообще не разбирается в том, что происходит примарий. Но дай бог, чтобы он все это изучил очень хорошо, счетную палату и попробовал за ближайшие 2-3 недели хоть как-то разобраться, что происходит примарий. Я не вижу, честно говоря, как Андрей Анастасий сможет войти в знание дела. Теперь левый фланг. Мы понимаем, что даже если... Если позволю, я бы хотела с Майя Санду все-таки по поводу этой ситуации получить комментарии Господа Царана. Майя Санду стоит перед тяжелейшим выговором, потому что если она сейчас не поддержит Андрея Анастасия и пойдет сама, таким образом она рушит свой реноме политика с честным лицом, политика нового вида, которые просто не собираются их договоренности. Как для своего избирателя, так и тем более для избирателей и людей, которые поддерживают Андрея Анастасия. Поэтому в этом отношении... Господин Царана, вот смотрите, что мы имеем на сегодняшний день. Майя Санду только в среду пообещала, по крайней мере, что они скажут, кто их кандидат. Но мы знаем, что Андрей Анастас уже не только заявил о том, что он собирается баллотироваться, но и сейчас уже и палатки у нас агитационные выставлены. То есть человек в полную силу готовится. О чем это свидетельствует? То, что эти два человека что-то опять у них не срослось. Они говорят все время, что у нас будет единый кандидат. Потом забирают назад эти заявления, потом еще как-то эта ситуация развивается. И как это скажется вот на их фланге, вот это дробление? Ну, справедливости ради надо сказать, что они не очень часто говорили о выборах в Кишиневе, почти ничего не говорили, потому что эти выборы свалились с потолка. Да. Они скорее заявляли о необходимости идти единым фронтом двух партий на парламентский выбор. Естественно, выборы в Кишиневе поставили их перед очень сложной задачей. Ну, очевидно, я вас поправлю. Очевидно, все-таки говорили, потому что, если бы это было очень ожидаемое решение господина Анастаса, то Майя Санду, она как бы сейчас не страдала бы, не мучилась, не находилась бы в сложной ситуации. Потому что она до сих пор сказала, я не знаю, как поступать. Очевидно так. Вы знаете, я думаю, что когда вы говорите о сложном положении Майи Санду, это действительно так, но я не думаю, что она находится в очень большой растерянности. она просто, так сказать, рассчитывает на необходимости сделать правильный ход. По крайней мере, я так полагаю. Сейчас все считают, дело в том, что правый фланг раздроблен. И в таком виде идти на выборы, это, в принципе, иметь во втором туре кандидата-социалиста, у них как бы, так сказать, место во втором туре уже забито, и Серью Раду. Это как бы очевидно. Серью Раду, которая действительно имеет свой собственный административный ресурс, но за ее спиной, это совершенно очевидно, стоит огромный ресурс демократической партии. Той самой партии, которая в Кишиневе имеет очень слабые политические и электоральные позиции, но зато все остальное у них в полном порядке. И с этим не шутят. Любые выборы всегда выигрывают деньги, масс-медиа, но политический потенциал тоже необходим. Здесь у них определенные проблемы. Но совершенно очевидно, что в Серью Раду не будут идти на выборы от демократической партии. Открыто. Почему? Потому что это токсично? Потому что у демократической партии достаточно слабые позиции в Кишиневе. И, так сказать, ассоциирует Серью Раду с демократической партией, это заранее, так сказать, бросать и черные шары в корзину. Поэтому она пойдет независимой. Извини, но об этом позаботятся все остальные кандидаты. Поверьте, везде, в каждом доме, в каждой квартире Кишинева будут об этом знать. Вот господин Сорану говорит, что все равно тогда есть шанс у Серью Раду выйти во второй тур. То есть это когда? Я думаю, что это очень даже возможно в условиях, если на правом фланге не сумеют идентифицировать единого кандидата. То есть если они не найдут общий язык между собой? Я так понимаю. Я думаю, что даже если найдут общий язык Майя Санду и Андрея Анастасия, даже это не обеспечивает им выход во второй тур. Надо понимать, что правый фланг это не только эти две партии. И если мы посмотрим на результаты социологических опросов и на результаты Майя Санду во втором туре, когда я говорю о социологических опросах, я имею в виду рейтинг партий. И на результаты Майя Санду во втором туре президентских выборов, а тут обязательно нужно сказать, что Майя Санду в Кишиневе выиграла выборы у Додона. Да-да, плюс 20 тысяч. И в этом случае, так сказать, если будет расползаться этот самый электорат, который тогда превзошел социалистов, то это наверняка приведет к тому, что часть правого электората проголосует за кандидатуру Сильвира. Они не станут дробить свои голоса. А что бы не проголосовать за господина Мунтиана, часть правого электората? Ну, с господином Мунтианом ситуация достаточно сложная. Господин Мунтиан, кстати, очень неплохой кандидат сам по себе. Министр. Кстати, неплохой министр. У него достаточно хороший опыт, институциональный. Он как менеджер себя неплохо показал на министрском посту, в отличие от некоторых других кандидатов, у которых совершенно нет институционального опыта в этом смысле. У него хороший дискурс публичный. Это немаловажно. Но у него есть один недостаток. Он либерал, да? Да. Не в том смысле, что либерал, он пытается наследовать Киртуак. Ну да. То есть для людей это... Он член либеральной партии. Ну да. А Киртуак это... Это сейчас уже совершенно не важно. По делу, не по делу его, так сказать, задвинули туда, как его задвинули. В политике важно, как тебя воспринимают люди. А люди в тишине, Киртуак воспринимает негатив. Позвольте, добавить, любимый, мы не закончили последнюю мысль по поводу левого фланга. Мне кажется, и вот не в обиду будет сказано и платформе, да, и другим кандидатам, что все-таки по сравнению с предыдущими выборами у нас у социалистов есть небольшое преимущество. Все-таки, как ни крути, ни верти, часть людей, большая часть людей будет смотреть не только с чем идут кандидаты, а с историей, которая идет за ними. Так. И здесь, я думаю, ну, никто не может сказать, что за последние три-три с половиной года кто-либо больше, чем социалисты, за какими-то даже пять лет занимался проблемой Кишинева. Более того, в отличие от других кандидатов, именно кандидат социалистов Иоанн Чабан специально оставил мандат депутата, чтобы возглавить крупнейшую фракцию в муниципальном совете. Да, было дело. Чтобы заниматься проблемой Кишинева и где-то, наверное, думая, что все-таки, если все-таки пойдет хорошо, возможно, и в партии люди некоторые думали, что он сможет, если у него как бы все пойдет хорошо. Пошло хорошо или нет, опять-таки, вот сегодня у нас была пресс-конференция с нашим отчетом. Огромное количество инициатив. И вы, если вот сначала, когда вот Сильверада начала там жестко там снимать людей, там, что-то, какие-то волны в тазике делать, мне казалось, что да, действительно, почти 99% наших инициатив в Сильвераду это, в принципе, то, что озвучивали мы в тот или иной момент времени, просто у нас не было но все больше, чем дальше вот анализирую, чтобы понимать, что надутый рейтинг Сильвераду, если он даже сейчас какой-то и есть, но он реально надутый ни о чем, невозможно за полтора-два месяца, вот партия демократов уже два-два, два с половиной года мучается во власти и не может принять больше 15%. Сильверада не может за полтора месяца никак. Поэтому, с этой точки зрения, я думаю, кишиневцы, и слава богу, что кишиневцы, я уверен, что сейчас это не то, что было в одиннадцатом году и в пятнадцатом. Люди подготовлены все-таки получше, они уже видят разницу. Если вот в мое личное мнение, то я полагаю, что демократы в этой ситуации ничего не теряют, если Сильвераду пойдет как независимый кандидат, они потом, например, скажут так, ну смотрите, мы же, мы же первые выступили с идеей единого, проевропейского, они же выступали, кандидата, то есть, а вот они такие-сякие, с нами, как говорится, договариваться не захотели. Сильвераду может быть еще один шанс в 2019 году, через год у нас тоже будут выборы. Давайте пока вот разберемся с тем, что думают в платформе. Господин Сусарь, вы скажите нам честно и по-простому, что не срослось у вас с партией Майя Санду, что вот вы вынуждены как-то вот пока так вот интриговать? Почему не срослось у вас? Да, мы разные партии, если бы были бы одинаковые партии, так, наверное, была бы одна партия, у нас немножко разный электорат. Да, есть сложности в переговорах, есть проблемы в скоростях, конечно, хотелось бы это все побыстрее. Понятно, что для нас мы немножко по-другому реагируем на события. Я, например, когда был последний раз в центре сберкома, я глубоко убежден, что если бы не жесткая реакция платформы, да, и вообще всего общества, мы могли бы столкнуться с ситуацией, что этих выборов вообще бы не было, потому что то, что я услышал в центре сберкома, как затягивались рассмотрения этого вопроса 16 февраля, как Алина Русу сама дала коммуникат 27 февраля о том, который многие восприняли как отказ, возможный отказ от выборов. В общем-то, дело пытались спустить на тормозах, и жесткая и быстрая реакция платформы, да, на мой взгляд, способствовала тому, что мы дали четкий сигнал, такого, такого не будет. Что касается переговоров, ну, мы ждем... напомнить ваши же слова, да, когда вот Майя Санду шла кандидатом в президенты, и мы помним, как долго и мучительно шел процесс переговоров, вот сейчас только не нужно меня переводить, потому что так было, шел процесс переговоров, значит, между платформой и между ПАС, да, и так называть свою партию, и когда вы были у меня в эфире, вы сказали такую фразу, вот сейчас мы уступили, но в следующий раз, да, мы не уступим, потому что будет наше право выдвигать кандидата. Я сейчас к чему это, собственно говоря, веду? Настало ли это время сейчас, господин Сусарь, да, и ожидаете ли вы, что Майя Санду в среду, вы хотите этого, и скажите об этом прямо, чтобы она вышла в среду, секундочку, подождите, чтобы она в среду вышла и сказала, я поддерживаю Андрея Анастасия на пост генерального федера. Вы пытаетесь сделать сенсацию и в стакане воды. Я пока что задаю вам вопрос. Несколько недель назад мы обратились напрямую с предложением ПАС, а также к гражданскому обществу и представителям других антиолиографических сил поддержать нас. Понятно, что мы ждем от нее ответа 21 числа, и, конечно, хотели бы, чтобы этот ответ был положительный. Здесь, мне кажется, нет никакой интриги. Это понятно. Понятно, что с точки зрения моральной составляющей, да и политической составляющей, мы считаем, что создание блока и на парламентских выборах, и на местах, а мы всегда были за длительный союз на всех выборах, на сегодняшний день оптимальной кандидатурой для того, чтобы иметь единый антиолиографический фронт в Кишиневе является Андрей Анастасий. Это наш кандидат, и мы здесь не видим никаких особых противоречий с Майя-Сангой. Поняла. Господин Царанов, вот смотрите, как это выглядит. Давайте, помогите мне, пожалуйста. Вы смотрите, как это выглядит. Обычно, когда объявляется единое решение, когда партии в согласии друг с другом, они ведут переговоры, кто кратко, кто дольше, кто очень долго, но потом они выходят с единым решением. А вот, когда господин Анастасий взял и объявил, все, я кандидат от нашей партии. Это означает, что человек принял решение и ему не важно мнение его партнеров. То есть он взял главный удар на себя, так? Нет, ну, ему очень важно, чтобы Майя-Санду и партия ПАС поддержали. Ну, это можно... Не важно, мы бы не обращались. Понятно, да. Но это выглядит ультимативно достаточно. Или я, поддержите меня, или все, тогда идем по-разному. единственное, что я могу сказать, что в политике бывают самые разные ситуации. Ну, это он в курсе, да. Да, я банально сейчас сказал. Ничего. Да, но, по всей видимости, я не посвящен в политическую кухню партии, да. Я не очень многое знаю, что там происходит, но, если судить по внешним признакам, так, смотрите, со стороны, то партия, да, поставила их перед совершившимся фактом. Есть, мы выдвигаем свою кандидатуру. В этом случае разговоры о том, что существует альянс, что существует партия, не ряд, партнерство, ну, как-то не увязывается, партнеры так не поступают. Они ставят своего партнера перед совершившимся фактом, ведут переговоры, тяжелые, до конца. И если не получается достигнуть какого-то соглашения, то в этом случае, говорят, ну, партнерство не состоялось. Ну, да, избрала эту тактику. Посмотрим, как это обернется во времени. Если ПАС поддержит, да, значит, их тактика совершенно правильна. Хотя я продолжаю утверждать, что с точки зрения окончательного результата, а сейчас я говорю о выходе представителя партии ПАС, да, в случае, если это произойдет, во второй тур это совсем не гарантировано. Уже выдвинут Мунтьяна, наверняка, если не будет создан фронт правых партий, все остальные политические партии начнут выдвигать своих кандидатов. И это приведет к очень серьезному дроблению, даже если совокупный результат партии ПАС и ДА, по большому счету, в определенном случае может гарантировать выхода в второй тур. Может, но не обеспечивает. Но не обеспечивает. Поняла. Господин Слусар, позвольте немного истории. Вот как мы помним, шло выдвижение кандидатов на президентский пост. Ведь вначале Андрей Настаса заявил, что да, я буду. Он написал в Фейсбуке, он сделал заявление. Потом он свое заявление отозвал, поддержав Майю Санду. Вот на этот раз господин Настаса пойдет до конца? Вот все. Или он передумает, как в прошлый раз. Ну вот, поговорят они, например, с Майю Санду о чем-то. Или их при посредничестве как-то друг с другом посадят за стол. Ну, мало ли как. Ну, однажды он проявил, политическую ответственность. Да. И, кстати, ответственность во многом схожей ситуации на этих выборах. Когда мы посчитали... Правда, некоторые считают, что это ответственность стоило ему и стоит рейтинга. Но это другой вопрос. Ну, что делать? А рейтинга заботятся другие. Мы пришли делать немножко другую политику и были чуть-чуть наивны. Мы думали, что... О рейтингах заботятся все. Ну, хорошо. Не надо вот сейчас... Если бы мы заботились о рейтингах, мы бы поступили бы тогда по-другому. Тогда бывает, вот мы тогда... Не хочу вас обижать, не буду до конца. Я прекрасно понимаю, что вы в этой политике привыкли к другому поведению. Мы тогда повели себя по-другому. И мы тоже это сделали на основании четкого анализа. Мы видели, что есть два кандидата Плохотнюка. Марьяна Ильича Лупу и Игорь Николаевич Дедо. Когда мы это все четко поняли, мы просчитали, что сон Плохотнюка, его мечта, это чтобы оба вышли во второй тур и устроить там кастинг между своими двумя кандидатами. Поэтому перед тяжелой ситуацией потери рейтингов и попытки вырвать хотя бы один пост из захваченных рук, мы выбрали национальный интерес. Такая же ситуация примерно складывается сейчас. Для меня, например, и для платформы абсолютно... Вы только правильно просчитываете, а то вы видите, как вы туда Марьяна Ильича Лупу и его во второй тур буквально вывели. Марьяна Ильича тащили во второй тур. И если бы параллельно пошла бы и Майя Сандо и Андрея Анастасия, вероятность была бы высокая. Сейчас ситуация почти похожая. Мы абсолютно уверены, что у Плохотнюка и здесь есть два кандидата. Первый кандидат он пойдет, это Сильго Раду. Второй кандидат очень удобный для него, это кандидат партии социалистов. И его вторая мечта, чтобы оба были во втором туре устроить кастинг на уровне примарения. Сейчас на это вам ответит господин Вартанян. Я просто прошу ответить на вопрос, а вопрос был. То есть вот это выдвижение господин Анастаса это конечная уже точка, либо он еще договороспособный и готов еще раз сесть за стол переговоров с Майя Сандо и выработать какую-то позицию. Например, может пойти Майя Сандо, он опять отзовет свой кандидат. Может такое быть? У нас коллегиально принимают решения коллегиальные органы. Мы дождемся ответа Майя Сандо. После этого соберутся коллегиальные органы. Но я могу сказать по настроению и политического бюро, и по настроению совета партия настроена идти до конца. Мы приходим не на один год. Не только на этот мандат. Мы не собираемся, чтобы наш кандидат уходил в парламент. У нас есть достаточно людей в партии, которые могут быть депутатами. И мы играем в долгую. Только еще один маленький вопрос. Вы конкурентами будете на выборах? Кем? Ну, с Майя Сандо, если она выйдет. Тоже на выбор. Ну, давайте дождемся ее решения. Не хотите отвечать ваше право. Господин Вартанян, у меня вопрос, у меня просьба. Вот Господин, вы заметили, Господин Слуцар все время говорит, что вы все время договариваетесь с Плохотнюком. Это последнее решение было. Я прошу прощения. Ответьте, пожалуйста. Он же это... Да, пожалуйста. Прокомментируйте. Вы прекрасно знаете, что если бы я хотел, я бы уже пять раз перебил бы господина Слуцаря, но именно потому, как в этой предсбирательной кампании мы хотели говорить больше. Вы, кстати, вы себя ведете не как социалист. Я прямо удивляюсь. Вот сейчас вам начнут отвечать. Они обычно совсем по-другому. Нет, нет, нет. Ну, другая... Коллеги, мы говорим о Кишиневе. Мы говорим... А вы скажите, как ведут себя политологи, господин Слуцаря? Я когда говорил, извини, пожалуйста, потому что может создаться впечатление, что я... Нет, я понимаю, что вы имеете, что многие некоторые там... Ваши коллеги по партии ведут себя на телевизионных передачах манера ведения программы. А я вообще предлагаю не обобщать. Знаете, в той партии ведут себя так, а в той да, а в той по другому. Ну, наверное, я не собрал, у нас были жаркие дебаты. Я к чему говорю? Потому что люди действительно разные. В чем мы начали программу? Эти выборы должны быть о Кишиневе. Господин Слуцарь неоднократно уже сегодня раз пять говорил о Плохотнюк, Дадон, спасать страну, тандем, политика, ЦИК и так далее. Мы уже видим сейчас, что господин Анастасий идет на выборы для того, чтобы повысить себе рейтинг. Для нас, для социалистов, для Иона Чабана, который последние три с половиной года ежедневно занимается проблемами кишиневцев, абсолютно все равно, с кем выходить. Второй тур или выигрывать с первого тура. Анастасий, Санду или Сильвераду. Но, возвращаясь к тому, чтобы вы не думали, что мы хотим каким-то образом, чтобы во втором туре был Андрей Анастасий. Лично я, если абстрагироваться от того, что я представляю партию социалистов, если абстрагироваться от этого и подумать как политолог, действительно, если Майя Санду не хочет, чтобы остатки ее рейтинга были разрушены, рейтинга как политика, который пришел в политику делать ее по-новому, якобы честного политика, по идее, Майя Санда должна обязана поддержать Андрея Анастасий, если она этого не сделает, ее не поймет ни ее электорат, часть ее электората, ее не поймет вообще электорат Андрея Анастасия. Хотя, по большому счету, мы как бы не очень-то знаем, какой электорат ее... Но! Зачаясь теперь тому, что сказал господин Слуцарь. Это он сказал о том, что господин Анастасий не собирается уходить в парламент. Господин Анастасий это не подтверждает. Он на последних двух программах ни разу не сказал. Поэтому... То есть вы подозреваете, что он... Ну, очевидно. При определенном рассказе, при любовном... Немножко лучше знаю то, что будет делать господин Анастасий. Понятно. Но как-то... Наверное, значит, он лукавит и не договаривает до конца. Вроде бы он говорит, что он пытается быть честным политиком, но опять-таки на телевидение приходя, он... Понимаете, в чем проблема этих выборов? Проблема для многих, особенно для правых партий. Они приходят на эти выборы немножко лукавя. И Настасий и Санду, для них эти выборы это Трамплин в парламент. Они не собираются заниматься городом. Мы должны все это понимать через зрители тоже. Для власти это тоже проблема. У демократов нет рейтинга. Сильвер Аду это не кандидат. Она не знает, что творится в городе. У нее есть люди, которых посадили из правительства, из Демпартии, ее советники, которые ей говорят, что делать, готовят ей все решения. То есть, она практически там выходит на пресс-конференции, выходит на эти ежедневные, там кричит, орет, улыбается и все. Больше от нее ничего не требуется. Но рассказать о том, что происходит в городе, она многие вещи, даже вот я знаю, что ее люди спрашивают, даже в том числе и в том числе у наших фракций, разных фракций. Они не очень-то понимают, что происходит. И за полтора-два месяца она не разберется. Поэтому в этом случае люди должны понимать, что, к сожалению, для, наверное, правых партий, у них нету кандидата, который действительно компетентен, который подготовлен, который шел к этим выборам в течение последних нескольких лет и есть чему, что рассказать от пешеневцев. То есть правые партии подходят к этим выборам как обычные партии, которые перед выборами за месяц просто начинают раздавать обещания. И я понимаю, что за этим обещанием ничего нет. Господин Царанов, вот смотрите, Стас начал говорить, на мой взгляд, об отличии этих выборов от всех предыдущих. Я вообще считаю, что они уникальны будут по-своему. И не только потому, что на год всего лишь избираем генерального примара. Смотрите как, сразу две партии парламентских уже заявили о том, что у них не будет своего кандидата. Это правящая партия, демократическая партия. Представьте, правящая партия выходит и говорит, у нас не будет своего кандидата, но мы готовы поддержать единого проевропейского. Коммунисты тоже заявили, тоже парламентская партия, тоже заявили, сказали, мы готовы поддержать не партийного, они сказали кандидата, на этот пост. Это тоже вот интересно, понимаете, эти позиции, они о многом говорят. И потом, господа, а почему вы исключаете возможность, что могут появиться еще кандидаты, и кандидаты может быть достаточно сильные? Господин Саранов, вы исключаете такую возможность? Нет, я даже думаю, что в ближайшее время нужно ожидать появления новых игроков на этом поле. Они привнесут элементы неожиданности в то, что сейчас разыгрывается на Кишиневской сцене. Ведь, собственно говоря, фигуры на шахматной доске только начали расставляться. Да. Еще совсем непонятно, какой будет дебютный начало и вообще, по какому сценарию будет разыгрываться партия. Сейчас проблема, собственно говоря, две проблемы на правом фланге. Это выяснение отношения двух партий до А и ПАС. Они основные игроки на правом фланге. Но там есть еще очень много игроков, и нельзя сбрасывать со счетов унионистскую партию. Надо ждать, что скажут унионисты. Проблема унионистов заключается в том, что в их рядах нет единства, организационного единства. Нет ни одной политической партии, которая могла бы сказать, что я, так сказать, ну скажем так, в определяющем смысле выражаю точку зрения этого течения, политического течения в Республике Молдова. А без помощи унионистов правы не могут выбрать выборы в Кишиневе. Это исключено. Я сейчас даже, так сказать, не возьмусь не возьмусь, очень точно отчерчивать деминсионные, то есть размеры унионистской партии в Кишиневе. Здесь очень много интеллигенции, а национальная интеллигенция, она преимущественно унионистского толка. При этом не надо забывать, что интеллигенция является носителем, так сказать, не только национального сознания, но она еще и является тем, что называется те, кто формирует общественное мнение. В этом смысле на правом фланге совсем сейчас очень трудно вообще комментировать ситуацию на этом фланге. А игроков действительно три. Действительно три больших игрока. Господин Сиран, ну вот Господин Слуцарь будет это отрицать. Не положено. Но я сейчас вам скажу, вы можете это прокомментировать. Мы с вами сейчас вот сидим и исходим из того, что каждый из этих игроков, Майя Сандо, Андрея Настаса особенно, они такие самостоятельные. А давайте мы скажем прямо, что поскольку они играют на проевропейском поле, у нас было много случаев, когда те самые европейцы, западники сажали за стол переговоров и говорили, а вы знаете, вот сейчас вы должны уступить, а вот сейчас вы. То есть я так чему говорю? Но Настасе в этот раз не уступит. Это будет политическая смерть. А вот я хочу послушать господина Сирана. Вот я поняла вашу вопрос. Я так думаю. Да, вы так думаете. То есть померят их, господин Сирана. Политическая смерть Настаси наступит, если он проиграет с достаточно слабым счетом это соревнование в Кишине. Конечно. Если это произойдет, не надо забывать о том, что партия ДАЗ сейчас находится в очень сложном положении. Ее лидер тоже. Эта партия родилась на протестной волне. А протесты спали. То есть то, что подняло эту партию, сейчас не существует. Им сейчас на ходу приходится перестраиваться. Это очень сложно. И я бы не хотел учиться в каким-то образом в их шкуре. Но это, так сказать, не мои проблемы. Задача заключается в том, чтобы на этом правом фланге, я имею в виду задачу для правых партий, чтобы на этом фланге произошло объединение. Чтобы избиратель правовых партий или проевропейских партий получил совершенно четкий месседж, совершенно четкий сигнал. Вы можете проголосовать точно так же, как во втором туре президентских выборок, потому что есть за кого. А если этот фланг раздроблен, если есть много кандидатов, феноменом Айя Санда в городе не повторится. Вот, господин Слуцар, у вас сейчас есть хорошая возможность сказать, что господин Вартанян был прав, когда он сказал, что Андрей и Стасы на этот раз не уступят. Я, по-моему, уже ответил, насколько возможно, на этот вопрос. Я бы хотел вернуться к излишней самоуверенности господина Вартаняна по поводу шансов социалистов. Я лично к нему отношусь с уважением и симпатиями. Но, если мы говорим о партии социалистов, на мой взгляд, ситуация у них... Да, каждый должен смотреть у себя. У нас есть свои проблемы, но те резервы, которые мы сейчас изыскали, и человеческие резервы, и резервы месседжа, имиджа. Я вижу, что сейчас в партии происходит рост. Что касается социалистов, на мой взгляд, последние полтора года... А вы согласны, что во второй тур пройдет обязательно? Вы знаете, я бы сказал так. Без помощи Плохотнюка может и не пройти. Я возвращаюсь к этой ситуации. Потому что можем усмехаться, можем смеяться, но последние полтора года... Мы же ходим с Кишиневым, мы общаемся с людьми. Последние полтора года хочешь не хочешь, но проекция сговора господина Дадона с господином Плохотняком падает на социалистов. И этот факт существует. Да нет, такого не было. Ну, я говорю свою позицию, и это есть. Он говорит, это пятый раз. Вы должны уже это раз Референдум в городе. По количеству людей, которые проголосовали на президентских выборах, показали то же самое. Вы же бойкотировали ее. Нет, так подождите, вы должны были вывезти своих всех. Вы своих всех выберете. И численность показала, что вместе с коммунистами и нашей партией вы получили меньше, чем голосовали за Дадона. Через два месяца вы увидите численность. Хорошо, не надо... Я вам сейчас говорю про то, что есть на сегодняшний день. И в общем-то избиратели, в том числе и дро социалистов, они разочарованы в Дадоне. И это... С чего вы взяли? Хочешь, не хочешь, попадают в проекции на социалистов. Еще раз говорю, социалисты, они очень интересно рассуждают. В городе оставим геополитику в покое. Город, давайте говорить о городе. Но когда начинаются разговоры на уровне всей страны о борьбе с коррупцией, с бедностью, с захваченным государством, мы тут же переходим в геополитику. И у нас противостояние Дадона с Фохотнюком только геополитическое. Поняла. Господин Вартанян, вот вы это не комментируете. Именно поэтому у Андрея Настаси шансов не так уж и много, хотя и сейчас, на мой взгляд, должен идти на выборы больше, чем Майя Санда. У Майя Санда тоже не очень много шансов. По сравнению с Сильвер Адой, тем более. Потому что они будут играть на фоне одна сделала что-то, как бы что-то, другая не сделала ничего. Что-то сделала, это вы сейчас Адой. Ну да, что-то вот ее пиарят сейчас. Опять-таки, возвращаясь к тому, что я говорил до этого. Я не очень хочу сейчас впадать в политический дискурс господином Сусарем по одной простой причине. Эти выборы должны быть о городе. Давайте еще о городе поговорим. Давайте поговорим о городе, да. Но эти выборы не должны быть о политике, о геополитике. Мы уже сейчас видим, что правые партии будут опять тянуть в геополитику, опять будут страшилки о русских танках говорить. Опять будут делать и социалистов монстров. Не собираемся. Ну, вы уже сейчас с ним делаете. Господин Сусарь, вы не одна правая партия. Он говорил вообще. Он вообще говорил, да. Но, в отличие от прошлых выборов, в которых участвовали социалисты, в 2015-2011 году, все-таки я считаю, что нам есть что показать людям. Нам есть о чем рассказать. И, опять-таки, социалисты — это единственная фракция и партия, которая в муниципе последние три года. У нас в муниципальном совете вы не найдете ни одной инициативы с политическим отрасом. Ни одной вообще, в отличие от других партий. Поняла. Вы очень внимательно, если про город говорили. Я вообще хотела, да. Мы все время говорим про город. Нет, но мы говорим уже политически. Я хотел бы про город, потому что я же тоже изучил практику. Хорошо, да, скажите. У нас еще не дебаты. Нет, не дебаты, но... Если у нас будут дебаты, вы скажете, да, что будем менять в городе. Давайте позволим. Ну, давайте, да, коротко. Я очень внимательно изучил и инициативы социалистов, и то, что в муниципальном совете. Вот я посмотрел сегодня. Давно-давно есть информация счетной палаты о том, что только из-за нерегистрации земельных участков всех в городе потери бюджета это 3,7 миллиардов леев. Это еще один бюджет. Мы уже лет пять об этом говорили. Я знаю, о чем вы говорите, но я не видел ни одного заседания муниципального совета, посвященного этой проблеме. Я вас подслушала? Это дебаты. Я не слышал дебатов. Дебатов по этой теме специально. Вот это мы сейчас сделаем. Так, все. Нет, ну подождите, это очень важно. Я видел их выступление по поводу неаутеризированных застройок. Это все было. Борьба, митинги. После этого вдруг волна спадала. После этого я узнал от господина Гелича, что они приходили и шантажировали за деньги. Нет, это Гелич ваш человек. Не наш человек. Как не ваш? Он был председател общественного совета при вашем президенте. Вот вы прочитали что-то в счетной палате. Привет, ну. А вы не перечислили то, что мы сегодня рассказали, в том числе о том, что мы сделали по поводу... Нет, вы расскажите конкретно. Отказ от голосования ла пакет раз. Да, но земельные участки так же. Что? С аукционами очень плохо. Я посмотрел отчет той же счетной палаты. Почти нет земли на аукционе. Все время эти участки передаются в аренде и потом ее выкупают по нормативной цене. Земля на аукционе есть, но исполнительная власть, которая сейчас временно исполняющая обязанности Сильвераду возглавляет, благодаря в том числе и вашему же бойкоту. Оставьте Сильвераду к мэтру вашего Додона и Додон сказал, что он отличный менеджер. Нет, ну как же, что отличный менеджер, и ее не за что критиковать. Если он где-то увидел ее на каком-то из... Обнимался, целовался с ней. Что? Ну, я, честно говоря, посмотрите в видео. Вот это весь дискурс. Вот с этим пойдет Андрей Анастасий на выборы Кишинева. Нет. Кишиневцы хотят... Конечно, конечно. Кишиневцы хотят, чтобы Андрей Анастасий утром просыпался, когда снег на улице, и начнет рассказывать про биномы, про политическое... Про коррупцию. Честно говоря, господин Царан, вы во всем виноваты, потому что я хотела... Людмила, я должен признать, что как модератор передачи вы значительно опытнее меня. Спасибо. Я стараюсь. Понимаете как? Я хотела бы, чтобы вы поговорили по поводу единого проевропейского кандидата, потому что каковы шансы, да, того, что все-таки некоторые партии выступят и вот соберутся. Каковы шансы, что мы поругаемся. Все вместе, господин Слуцарь, я же говорю, соберутся все вместе и выдвинут единого кандидата. Конечно, конечно. А вы говорите, что мы поругаемся. Вот это ваше официальное заявление. Вот так с этого и начнем. Но, честно говоря, времени уже нет, потому что очень долго все это вы спорили. Вот в чем проблема. Мы всю проблему обсуждаем, что делать правым партиям, у которых маленькие рейтинги, у которых нет ни лидеров, которые эти пять лет ничего в Кишиневе не делали. Ни одной инициативе, ни от Санды, ни от Анастасии не было. Ни одной. Где право вообще молчу? Кишиневцы должны знать, они прекрасно понимают, что эти две партии появились, но за два года вы ничего Кишиневу не предложили. Вы думаете, что если вы прочитали счетную палату, отчет там... Давайте дождемся нашей программы. 10 страниц через пару дней. Вы учитали пару вещей. Вот это золотые слова. Я предлагалась. Вот и все. Давайте дождемся программы. Давайте мы что-нибудь вам наобещаем. Вот и вся история. Кредитная история. Поняла. По минутке. По минутке. Скажите, хоть одного распил. Хоть один распил. Мы ни за один участок даже не проголосовали. Ни за один. Ни за один. Ни за один. Чтобы надо пилить, за это нужно голосовать. Мы даже не голосовали. Купили без вас. Давайте по 20 секунд. Все-таки предоставлю. Что вы за два года хоть что-то сказали против того, что били за учетом? Мы говорили каждый день, а вы что делали? Господин Саратов. Хоть один участок вы спасли, вы оставили это, вы оставили это. Вы 4 миллиарда бюджета, правда, вы новое. Хоть какую-то инициативу по облагораживанию. Хоть одно, хоть что-то произошло, что движение будущего. Все-таки у нас будет, вот я слышу, о чем они сейчас говорят. Давайте поставлю вопрос так. У нас и есть возможность. Может, у нас в конце концов будет борьба программ вот на этих выборах. По 20 секунд вам всем дам. Как вы считаете? Я думаю, нет. Нет, все-таки. Нет, ну, естественно, будет. Но не они, не эта борьба программ будет преобладать. Кишинев, я думаю, еще не созрел для этого. Будет продолжаться, так сказать, перепалка на геополитическую тему. Даже если некоторые представители политических партий наотрез, так сказать, отмеживаются от геополитики. А в действительности они только на это рассчитывают. По большому счету. И если судить по тому, что делают их лидеры, то геополитика является главным, так сказать, оселком, на котором проверяется политика партии. А во всем остальном все зависит от того, результаты выборов зависят от того, насколько успешно политические партии сумеют мобилизовать свои электоральные сегменты. И в этом смысле у социалистов самые большие шансы. Благодарю вас. Господин Слуцар, 20 секунд. О чем? Вы знаете. Вот это будет избирательная компания Андрея Анастасии. Избирательная компания Андрея Анастасии будет очень конкретная. Я предлагаю вам. Да, мы поняли. Давайте я вам особо вопрос. До 20-го. Давайте вы успеете, Желима, нарисовать. Особый вопрос тогда вам задам. Вы 8 лет успевали вырвать. Давайте я особо вопрос. Все-таки, вот меня лично очень интересует... Арисовать что-нибудь успеете? Мы, речь шла о предвыборных программах. Я спросила, господина Царана, вот настал ли такой момент, что эти выборы будут соревнования предвыборных программ. Вот судя по тому, что вы сейчас говорите, вы городские вроде темы сейчас. Мы обещаем с нашей стороны, что максимально будем говорить о городе. Хоть и понятно, что политический аспект и антиолигархический, в предвыборный год отбросить невозможно. Говорить о кишиневцах. Будем предлагать конкретные решения по увеличению бюджета. Да, мы не будем популизма, потому что это один год. И не будет молочных рек и кисельных берегов. И мы постараемся сделать все возможное, чтобы это было соревнование программ с минимумом геополитики. А то, что эта геополитика существовала и существует, во многом вина тех, кто до сих пор управлял страной. Поняла. Спасибо. Чтобы вы не мешали вам выходить с инициативами последние два года. Ну вот кто вам мешал? У нас было очень много деконтур, нельзя было скачать два года назад. Господин Вартанян, ваши 20. Вы отвечаете за вашу деятельность. Я прошу прощения. Но вы же говорите, что вы знаете, что люди говорят о социалистах. Ну конечно, конечно. Господин Вартанян, пожалуйста, про соревнования программ. Вот вы готовы, как вы по вашим словам, именно соревноваться с другими кандидатами, потому что вы говорите, что ваш кандидат многое сделал за это время. Вот удастся ли вообще по программам людям? Мы не будем с другими кандидатами соревноваться о том, кого больше перекричит по политическому участию. Мы будем рассказывать о том, что мы сделали, о том, как нужно исправить то, что мы не смогли сделать без того, что имея доступ к исполнительной власти. И мы будем рассказывать о том, каким должен быть Кишинев, как он должен развиваться. Мы будем рассказывать наше видение развития Кишинева, что это должен быть современный, удобный город для проживания всех людей, вне зависимости от того, что они антиолигархи, проолигархи и так далее. Мы на уровне Кишинева, на уровне муниципального совета в течение последних трех с половиной лет показывали, что такое борьба с коррупцией. И в том числе, благодаря большинству... И Геличу, и Геличу, и Геличу, и Парклассистам, это в том числе и наши расследования были. Вы ни разу ни слова нигде не сказали про Офшой. Поэтому самое главное в этих выборах для нас, для социалистов, для кандидата Иона Чабана, это будет рассказать, что было сделано, каким мы видим развитие города и что мы будем делать с нашей командой, которая у нас есть, которая у нас доказана, что она у нас есть. Не на бумаге, которую они через три недели, и они вместе с Майя Сандой подумают, еще сядут, договорятся, не говорят, и будут делать. А то, что у нас уже было, и то, что мы можем предложить городу. Я благодарю вас, уже предчувствую... Одно единственное предложение. Ни у одной политической партии, кроме либеральной, не было своего мэра. Поэтому в любом случае их программы будут достаточно голословными. Нужно верить им на слово, в то, что они предлагают. Я волнуюсь, вот в этой всей истории господин Царана не поможет. А вот либералы, к сожалению... Нет, ну я не хочу сказать, что к сожалению, это их проблема. А либералы не могут использовать свой опыт того, что у них был мэр по той простой причине, что... Вы знаете, вы знаете... За последние три года многие вещи из нашей программы, когда мы шли на муниципальный совет, нам удалось... Я бы хотела, чтобы он все-таки не использовали, чтобы никто не использовал опыт господина Дарина Киртулак. Кто-то очень большой, как-то сказал, что в политике идея принадлежит не тому, кто ее сформулировал, а к тому, кто ее воплотил в практику. Все, мне остается только сказать вам большое спасибо. Благодарю вас за участие в первой части программы под названием «Политика». Приходите, разумеется, к нам еще. Напоминаю, что совсем скоро наш информационный вечер продолжит выпуск новостей. А сразу после в эфир выйдет вторая часть программы «Люди», в которой мой коллега Илья Киселев представит вам свою рубрику «Человек года». Это «Полюс». И мы с вами на одной стороне. Вы смотрите «Полюс» и настало время рубрики «Человек года». Илья Киселев уже в студии, готов завладеть вашим вниманием. Илья, перенимаю эстафету. Спасибо, Людмила. Среди представителей самой благородной профессии, профессии врача, хирурги занимают особое место. Это люди, которые приходят на помощь в экстренных случаях, зачастую, когда только их вмешательство способно спасти человека. И в наибольшей степени эти слова можно отнести к хирургам, которые оперируют на открытом сердце. Знакомьтесь, человек недели на Акчен ТВ, кардиохирург Эдуард Кептинару. Двое новорожденных, которые находились на грани между жизнью и смертью, были спасены врачами. У малышей диагностировали недостаточность аортального клапана и, соответственно, средосную опухоль, редко встречающуюся в Республике Молдова. Операции были проведены кардиохирургами Республиканской клинической больницы имени Тимофея Машняги. Одну из этих операций проводила бригада кардиохирургов во главе с Эдуардом Кептинару. Нужно учесть, что это был новорожденный ребенок, который поступил в крайне тяжелое состояние в наше отделение. Операция была крайне тяжелая, антезиологический компонент был тоже крайне сложен. Нужно брать во внимание то, что операция происходила в условиях искусственного кровообращения и циркуляторного ареста при гипотермии примерно 18-20 градусов. Послеоперационное восстановление было тоже крайне тяжелым, происходило в течение примерно трех недель. Но в итоге у нас получилось спасти жизнь этого ребенка. Сразу после операции дети находились в отделении реанимации и интенсивной терапии врожденных пороков сердца в Республиканской клинической больнице имени Тимофея Машняги. В принципе, это единственное отделение в Молдавии, которое занимается врожденными пороками сердца и переоперативным уходом за этими детьми. Это отделение основано на семи койках. То есть мы одновременно можем наблюдать семьи пациентов. И начинается... То есть мы ухаживаем за детьми с рождения до совершеннолетия, до даже взрослых пациентов, которые с врожденными пороками сердца. После установленных сроков пребывания в отделении интенсивной терапии прооперированные младенцы были переведены в центр матери и ребенка, где находятся под наблюдением врачей и продолжают восстановление после операции. Самую сложную и ответственную часть операций выполнил кардиохирург Эдуард Кептинар. Я кардиохирург, который работаю в отделении врожденных пороков сердца, единственного отделения в Республике Молдова. Я стал кардиохирургом 15 лет назад, в 2003 году. Перед этим я проходил специализацию по общей хирургии, по таракальной хирургии, сосудистой хирургии. Потом уже перешел в отделение врожденных пороков сердца, которое находится в Республиканской больнице. Период становления кардиохирурга – это очень длинный путь. Нужны специализации, которые есть и у нас, но больше всего нужно, к сожалению, ехать за границей, и где можно специализироваться именно по этим болезням, которые, к сожалению, у нас есть очень много. Специализацию проходил в Хорватии, в Италии. Больше всего я был в Италии один год, учился, так скажем. И после чего вернулся уже в Республику Молдова и старался внедрить то, что научился там. Естественно, что моим наставником был настоящий директор Республиканской больницы сейчас, Анатолий Михайлович Чеботаров, который и направлял меня куда, как, учил, что, к чему надо делать. Да, и хочу сказать, что Анатолий Михайлович, хотя он сейчас и директор, то он был человеком, который и создал именно вот это отделение врожденных пороков сердца. И сейчас он старается расширить это, исходя из категории пациентов, которые появляются новорожденные и с маленьким весом детей, у которых есть пороки сердца, которые нужно оперировать в первые дни жизни. Это операция, которую Вы сделали. Что там, какие были показания операции? Значит, это ребенок, у которого диагноз был поставлен еще внутриутробно. Это связано с аортой, которая развивается в период от 5 до 8 недель внутриутробного развития. И если появляются какие-то моменты, что не дают развиться нормально этому сосуду, то и появляется эта патология, не сращается аорта, и появляются как бы две аорты отдельно. У этого ребенка была такая патология, у которого от сердца отходило сосуд, который снабжал только головной мозг, и другой сосуд, который снабжал нижние части тела, так скажем, и руки. Но он отходил от легочной артерии через открытый артериальный проток. И через этот артериальный проток шла неоксиденированная кровь. И это нехорошо для органов. Значит, исходя из всего этого, появляется и срочность этой операции. Потому что если ее не делать, то нехорошо заканчивается для ребенка. И нужно оперировать в первые дни жизни. Не хочу выглядеть как Бог или еще что-то. К этому все идет. Потому что не бывает, например, врожденных пороков сердца, чтобы они были точно такие же, и чтобы все время повторялось. Все врожденные пороки, все имеют свои какие-то... И можно говорить, что делая одну операцию при врожденном пороке сердца, то сказать, что вот да, я первый раз сделал такую операцию. Потому что вот именно такой пациент был. Та же самая патология. Если ее лечили, делали до тебя такие, но ты нашел какую-нибудь другую анатомию. И сказал, да вот я... Но это неправильно, я бы сказал, если мы так... Потому что так получается, что мы бы говорили, что мы каждый раз делаем первый раз такую операцию. И исходя из этого, неправильное интерпретирование было бы. Скажите, пожалуйста, большая бригада участвовала в операции? Значит, в операции участвовало 10 человек. 10 человек. 4 кардиохирурга были. Анестезиолог, медсестра анестезиологии, перфузиолог со своей медсестрой и две медсестры именно по хирургии. То есть бригада достаточно большая. Кто еще есть хирурга? Значит, хирурги, те, которые у нас есть, это Олег Грепин, это Оливий Севастьянович Манюк, это Нико Щука. Скажите, пожалуйста, а что вы почувствовали, когда вы поняли, что операция прошла успешно? Какая была первая мысль? Первая мысль это была, что дай бог с ребенком, что все было нормально, так как прошла операция, так и дальше все, что было. Чтобы динамика продолжалась быть положительной. Насколько велик процент у нас новорожденных и детей, которые ожидаются на свет уже с какой-то патологией в области сердца? Точно процент не могу сказать. Чем больше людей в стране находится, тем статистика более достоверная. Чем меньше, тем статистика менее достоверна. Достаточно статистическая выборка. Да, это логично. И мы все время ссылаемся на Американскую ассоциацию кардиологов. И вот по ихним данным, вот такие пациенты, которые мы сейчас оперировали, то это составляет 1% из всех врожденных пороков сердца, которые существуют. То есть это достаточно редкая патология. Что можно улучшить, на ваш взгляд, в медицине в нашей стране? Ну, мое мнение, что на настоящий момент в Республике Молдова большинство врачей работают все-таки на энтузиазме и на своем внутреннем «я» в том, что он хочет помочь людям в чем-нибудь и уменьшить их страдания. Дальше. Проблем, конечно, достаточно в медицине. И давайте не будем думать, или как выразиться правильно, не будем выявлять отрицательные части, а положительные части, которые есть. Потому что и так все, что сейчас делается в масс-медиа, все это, все время появляются отрицательные части. Вот появилась такая проблема, появилась такая проблема. Эти проблемы надо концентрироваться на том, чтобы их решать. Молдавская медицина в определенной степени является отражением всей нашей жизни, испытывая те же самые проблемы, которые характерны для всего нашего общества. Но эти проблемы не должны заслонять от нас тех, кто постоянно, изо дня в день, работает во имя сохранения наших жизней и нашего здоровья. Это был проект «Человек-недели». Каждый понедельник в программе «Полюс» на Акчен-ТВ наш рассказ о самых известных и заслуженных людях нашей страны. Каждый месяц по итогам опроса телезрителей мы будем определять «Человека-месяца», а в конце года по итогам вашего голосования «Человека-года». До встречи через неделю. Илья, спасибо. Ну а мы продолжаем программу. Настало время узнать, что думает страна. Не политики, политологи, комментаторы и аналитики. Самое важное, что думают простые люди. Накануне выборов генерального примара столицы мы спросили их о важном. Какими качествами должен обладать будущий городоначальник? И так говорит страна. Я не знаю, даже как-то наивно, наверное, просить какой-то честности. Может быть, или что-то подобное. Ну хотя бы, чтобы был человек, который знает, что он делает, и занимался действительно городом, а не вот ничем вокруг. То есть не политикой. Наверное, так. Я знаю, какими он не должен. То, что делал Кирток, это преступление перед городом и перед горожанами. Хозяин должен быть, понятное дело. Специалист. Что тут добавишь? Пусть он меньше занимается, новый примар, пусть меньше занимается политикой. А в идеале вообще политикой пусть не занимается. Занимается хозяйством. Этого достаточно для нашего города. Чтобы был лучшим, чем этот, который прошел, как его, Дорин Киртока. Чтобы был лучшим, чтобы руководил с примарием. И все, я больше ничего не могу сказать. Новый примар, да? Новый примар, прежде всего, если это мужчина, он прежде всего должен быть мужчиной. И относиться ко всему по-мужскому, как хозяйственник, как к своей семье. И располагать всеми ресурсами, какими обладает город. Соблюдать правильно все. И архитектуру сохранять везде. Ну, а если женщина? Если женщина? Конечно, как хозяйка, прежде всего. Как дома, сама хозяйка является хозяйкой дома. Также отношение к этому городу и ко всем жильцам также. Ну, здесь все исходит из семьи, я так считаю. И так же и во внешней жизни. И так же. И в городе, и в других странах. И распространяется все от себя, от человека. Какой есть человек внутренний. Такое должно быть и вокруг пространства. Качественное. Наверное, чтобы был хорошим организатором, чтобы организовывал хорошо все дела. Хозяя должен быть. Я бы сказал больше. Хозяя, а не политикос. Треба сфи и уом, сагиндяскала, четоцене, а честу и ураж, спестризу уражу, курацене, сфи и синчер и патриот. Сфиаск цара, уамини и ураж. Современный и честный. Профессионализм и хозяйственник нужен. Хозяйственник нужен в городе. Честность, порядочность и ответственность перед гражданами. Все. А этого мало? Спасибо. Пожалуйста. А ваше мнение? Я думаю, точно так же. Оботится о благоустройстве города, о жителях. Я считаю так. Я сюда приезжаю периодически, я вижу, как все разрушается, мне это неприятно. Мне хотелось бы видеть город более благоустроенным, красивым, каким он был раньше. Много есть о чем рассказать. Очень много. Ну, хотя бы немножко расскажите, пожалуйста. Основное, самое главное, на ваш взгляд, что? Те, которые рвутся на Примаря, есть достаточные люди, которые могут что-то делать. А некоторые рвутся только для того, чтобы разбогатеть. И больше ничего. А для народа, для города ничего не делают, как не делали эти до сих пор. Согласны со мной? Да, но какие, на ваш взгляд, качества именно должны быть? Каким вы хотите, чтобы был новый генеральный Примарь? Честным. И чтобы он заботился действительно, как Примаря, о городе. Чтобы был действительно европейский город. И чтобы было приятно выходить в город и не смотреть на эту грязь, которая до сих пор существует везде и всюду. Я считаю, вот так. Качество? Да. Ну, в первую очередь, он должен быть компетентен в своей области администрирования. Но я думаю, что больше всего он должен любить этот город. Этих людей, которые живут здесь. И чтобы был честен со всеми. Ответственный, доброжелательный и надежный. С феевым господар. Чтобы дороги были сделаны чистые всегда были. Чтобы транспорт ходил, как положено. Это его задача. А каким он должен быть сам? С людьми должен быть, как, добрым, активным. Прислушаться к народу. Ну и что. Чтобы он имел хорошие качества. Для народа. Чтобы он служил народу. Чтобы был порядок в городе. Больше ничего не хотим. А что для этого нужно? Каким он должен быть? Каким должен быть? Должен быть хозяйственным. Как дома порядок, если это порядок дома. Так должно быть и в городе. Дороги, которые деньги есть, они не отремонтированы. Хочется, чтобы был порядок в городе. Чтобы был примар, как хозяин своего дома, так и города родного. Новый генеральный примар должен быть хозяином. И город наш должен быть красивым. Должен быть хозяином. Должен любить свой город. А вообще меньше в политике, а больше в хозяйственной деятельности. Да, вот жена все сказала. Я тоже с ней на 100% согласен. Вы смотрели программу «Полюс». Политика, люди, страна. Мы предложили свою версию событий, фактов и явлений. Сегодня вы узнали новых интересных людей. А те, кто были и так хорошо знакомы, возможно, раскрылись с новой стороны. Прощаемся ровно на одну неделю. Но только для того, чтобы вновь встретиться на «Полюсе». Ведь мы с вами на одной стороне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова